10 общественных пространств Севастополя победили в голосовании в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В нем участвовали 20 скверов, находящихся в городских муниципалитетах и 16 сельских территорий. Свои голоса за выбранные общественные пространства отдали более 30 тысяч человек. Победившие в голосовании скверы приведут в порядок в следующем году, а проектировать их ремонт начнут уже в этом. Все пожелания местных жителей будут учтены, уточнил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Проектировщик будет в два этапа реализовывать этот проект. Первый – это сбор информации потребностей в данное общественное пространство, что необходимо. После этого уже реализация самого проекта. Мы планируем, если доведут нам соответствующие лимиты в 2021 году, приступить к реализации 2022 года в этом году. Жители Гагаринского района выбрали благоустройство зеленой зоны между домами номер 32 и 40 по проспекту Октябрьской революции. В Ленинском районе победила общественная территория в районе дома номер 106 по проспекту генерала Острякова. В Нахимовском – сквер по улице Федоровской в поселке Любимовка. Также отремонтируют скейт-площадку в парке Прибрежный в Андреевке, спортивную площадку ГТО на улице Молодежной в Орлином, зеленой зоны в районе дома номер 64А по улице Севастопольской в Верхнесадовом и между улицами Солнечной и Подгорной в Терновке. Также приведут в порядок сквер у памятника погибшим землякам в селе Полюшка и детскую площадку у дома культуры в Инкермане. Евгений Горлов уточнил, что часть задуманных проектов реализуют на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Часть – за счет городского бюджета, а также на деньги, выделенные по соглашению между правительствами Севастополя и Москвы. Напомним, голосование за благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проходило в Севастополе с 26 апреля по 30 мая. В прошлом году с помощью такого конкурса выбрали пять общественных пространств в районе Арки по улице Генерала Мельника, на улицах Паршина, Яна Гомарника, возле дома номер 141 по улице Хрусталева и сквер имени Полины Осипенко. Их ремонт завершат до конца этого лета, а осенью высадят деревья. Благодаря экономии средств программу включили ремонт шестого сквера на улице Горпищенко.